Российский автопром продолжает приобретать китайские черты. Так, на минувшей неделе компания «Солерс» представила грузовики «Атлант» и «Арго», на поверку оказавшиеся изделиями поднебесной марки «Джак». Родной автоваз тоже поглядывает на восток. Во всяком случае, есть информация, будто автогигант хочет завлечь азиатских партнеров на бывший завод «Ниссана». Группа «Газ» друзей из КНР давно нашла. Во всяком случае, фирма «Фотон» разрешила газовцам выпускать свой мотор на их мощностях, да еще и под историческим именем «ГАЗ-21». Но подлинной сенсацией ушедшей семидневки стало возобновление производства «Хёнда Солярис», правда, под именем «Акцент» и в Казахстане. «Хёнда Акцент» вернулся. С такими заголовками вышли многие средства массовой информации, но не российские, а казахстанские. Там под именем «Акцент» продавался «Солярис» российской сборки. И так производство модели на алматинской площадке «Хёнда Транс Казахстан» действительно возобновилось, и автомобили из первой товарной партии успели разойтись по местным автосалонам. При этом комплектующие для сборки завод собирал практически по всему миру. Так компоненты приходят из Китая, Индии, Кореи и России. Пока выпускается единственная версия бестселлера со 123-сильным мотором и 6-диапазонным автоматом. В списке оснащения значатся базовый набор вспомогательной электроники, фронтальные подушки безопасности, подогрев передних кресел, а также кондиционер. Штатная медиасистема оснащена 5-дюймовым экраном. Рекомендованная стоимость такой машины составляет 9 миллионов 900 тысяч тенге или 1 миллион 360 тысяч российских рублей. Думается, при такой цене казахстанский акцент пользовался бы успехом и в России. Напомним, что петербургский завод, где делали солярисы, остановился 1 марта этого года из-за логистических трудностей. С тех пор компания продлевает сроки простоя. А осенью появились слухи, будто корейское руководство готовится продать этот актив. Однако позиция боссов Hyundai, видимо, остается выжидательной. Во всяком случае, в российском офисе журналистам сообщили, что режим простоя продлен до конца этого года. И это на самом деле неплохой знак. Ведь простой точно лучше закрытия. И продолжая тему остановленных заводов. Напомним, в июне из-за антироссийских санкций финская шинная компания Nokian Tires решила покинуть российский рынок. И поэтому завод во Всеволожске решили продать нефтяной компании Татнефть. Сейчас сделка в завершающей стадии. Уже поданы соответствующие ходатайства для рассмотрения федеральной антимонопольной службой. По прогнозам, чтобы перезапустить производство, Татнефть потребуется от 4 до 6 месяцев. Предполагается, что делать покрышки будут уже под новым брендом. Как пишет ТАСС, выступающий оператором завода юрлицо ООО Nokian Tires подало заявки на новые торговые марки и товарные знаки. Это Тростен, Иконан и Икон. Соответственно, для шин могут использоваться любые из этих наименований. Либо все вместе. Финны продавали покрышки под двумя брендами. Nokian и Nordman. В конце ноября Федеральный институт НАМИ закрыл сделку по приобретению активов ушедшего из России Ниссана, включая автозавод в Санкт-Петербурге. В течение шести лет Ниссан имеет право выкупить имущество обратно. Поэтому никаких новых инвесторов на остановленный завод привлечь нельзя. Однако, принадлежащим НАМИ заводом будет управлять АвтоВАЗ, и производство машин возобновится уже в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Причем сказано это было между делом. Речь шла о восстановлении рынка в целом. Занятно, что Минпромторг упрямо сохраняет прогноз падения российского рынка на 55% до 750 тысяч автомобилей. Хотя за 11 месяцев продажи провалились гораздо глубже, более чем на 60% до 550 тысяч. И добрать недостающие 200 тысяч за декабрь будет невероятной удачей. Что же может выпускать АвтоВАЗ на бывшем заводе Ниссана? Осенью тольяттинцы активно вели переговоры с иностранными партнерами. И предположим, что речь идет о китайских машинах. На медицинской выставке в Москве была представлена специализированная версия классической ВАЗовской Нивы. Машина, надо сказать, очень необычная. Это одновременно и броневик, и автомобиль скорой помощи. Модель под названием «Лада Нива Легенд 4х4 Куб» явилась публике в московском экспоцентре на российской неделе здравоохранения. Внешне она напоминает недавно представленный нижегородской фирмой «Промтех» внедорожный минивэн из все того же семейства «Куб». Но в данном случае важна не форма, а содержание. Созданием медицинской модификации занималась компания «Швабе Спецавто», которая входит в периметр госкорпорации «Ростех». Мы производим, соответственно, автомобили скорой помощи на различных базах, в том числе на базе Нивы. А в данном случае мы сделали бронированный автомобиль, который позволяет защитить бригаду скорой помощи и пациента от осколков, от попадания пистолетных пуль, бронирования по классу БР-3. В салоне появились поворотные кресла, носилки и стеллажи для медицинского оборудования. Салон оборудовали светодиодным освещением, а мебель сделана из надежных и ударопрочных материалов. Мы берем шасси любого производителя. У нас здесь представлены машины на базе МАЗа, на базе ЛАДы, Гранты, в данном случае Нива. Отрезаем все лишнее для этой задачи. Делаем кузов, делаем медицинский салон, укомплектовываем его медицинским оборудованием по, соответственно, стандарту оснащения Минздрава. Мы усиливаем подвеску, мы усиливаем, соответственно, несущую конструкцию, ставим пневмоподвеску. Все это действительно необходимо, потому что бронированная машина потяжелела более чем на полтонны. Фрагмент бронестекла, позволяющий закрыть небольшое окно, весит примерно 15 килограммов. Плюс защитные панели, которыми закрыт не только салон, но еще и топливный бак, аккумулятор и моторный щит. Кроме того, Нива радикально прибавила в габаритах. В длину почти 5 метров, в высоту без малого 3. Силовая конструкция кузова в ходе доработок стала полурамной. Естественно, возможностей стандартного Нивовского мотора в данном случае недостаточно. Поэтому сторонняя компания форсировала двигатель до 106 сил. На базе стандартного блока цилиндров мы ставим новые головки, поршни и повышаем характеристики, форсируем мотор. То есть машина полностью удовлетворяет требованиям по динамике, даже с учетом увеличенного веса. Появление такой модификации сделает непростую работу медиков более эффективной и безопасной. Еще осенью компания Солер заявила, что хочет выпускать коммерческие автомобили под своей маркой. Затем стало известно, что это будут слегка перелицованные изделия китайской джак. А сейчас настало время презентовать сами машины. Младшая называется Арго. Это весьма достоверная копия грузовичка Hyundai Porter. В списке моторов пока заявлен только двухлитровый дизель, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Но чуть позже появится 150-сильный бензиновый вариант. Ему положена пятиступенчатая коробка и укороченная главная передача. Кроме того, в перспективе заявлена и двухрядная кабина на шестерых седоков для летучих ремонтных бригад. Атлант — это одноклассник хорошо знакомого российским перевозчикам Форда Транзит. Даже гамма модификаций очень похожа. В нее входят бортовой грузовик, цельнометаллический фургон и микроавтобус. Полная масса фургона может быть равной 3,5 или 2,5 тоннам, специально для столичных улиц, закрытых знаком грузового каркаса. Плюс машины грузоподъемностью до тонны могут передвигаться по центру Москвы. Кстати, у старшей модели совершенно иная гамма моторов. Базовым назначен двухлитровый турбодизель, альтернативой которому является агрегат объемом 2,7 литра. И оба этих движка Солерс обещает вскоре локализовать. Кроме того, российская компания вдобавок готовится создать более тяжелое исполнение машины полной массой около 5 тонн. Мы знаем, что автомобиль способен на большее. У него есть прочная рама, которая выдерживает гораздо больше нагрузки, чем те, которые указаны в его официальных разрешительных документах. Поэтому думаем об автомобиле с повышенной полной массой и, возможно, с чуть более длинной рамой, которая позволит зайти в те сегменты, где мы сейчас не сможем предложить клиенту необходимый продукт. Мебельщики, эвакуаторы. Еще одна перспективная задача – это внедрение полного привода. Ведь сейчас «Атлант» не предлагает даже блокировки межколесного дифференциала. Но есть сегменты, узкие сегменты, в которых мы могли бы усилиться. Рынок требует полный привод. Мы это знаем. Есть сферы, где он просто необходим, в сферу географических, природных условий, в которых автомобиль эксплуатируется. На всякий случай напомним, что выпуском новинок займется бывший завод «Солерсфорд», где прежде делали транзиты. В российских автосалонах стартовали продажи «Газелей» «Некст» со 150-сильными 2,5-литровыми дизелями марки «ГАЗ». За бортовой грузовик просят 2,9 млн рублей. Но нам интереснее другое. Автозавод раскрыл дилерам некоторые технические подробности, касающиеся свежего движка. Он называется «ГАЗ-21», но только потому, что отвечает нормам «Евро-2». Версия «Евро-5» будет именоваться как «ГАЗ-51». Соответственно, в нынешней конфигурации агрегат не имеет ни сажевого фильтра, ни системы рециркуляции. Отдача мотора — 150 сил, а максимальный крутящий момент — 330 ньютон-метров, которые доступны при оборотах от 1200 до 3000 с небольшим тысяч. При этом новичок имеет более низовый характер, чем хорошо известный перевозчикам «Камминс». Так, при 1000 оборотах доступны более 300 ньютон-метров тяги, а у «Камминсов» — только 250. И вообще, как показали испытания, 21-й легче, экономичнее и тише. Кроме того, важно отметить, что новый дизель имеет двухвальную головку блока, временный привод газораспределительного механизма и гидрокомпенсаторы. Очевидно, что следом этот агрегат примерят и другие модели марки «ГАЗ» — от «Соболя» до «Валдаев». Ведь выпуском дизеля, включая отливку блока цилиндров, займется непосредственно Горьковский автозавод. А пока моторы приходят из Китая, так как разработчик этого двигателя — поднебесная компания «Фотон». Сайт «Автору» при информационной поддержке телеканала «Автоплюс» проводит премию «Параллельная новинка 2022 года». Уже по названию ясно, что цель премии — определить самую яркую и интересную модель, добравшуюся до нашей страны по каналам параллельного импорта. Когда мы только готовили премию, я был готов к самому худшему и готов был услышать от дилеров самые пессимистичные прогнозы. Но в итоге оказалось, что да, не в том объеме, в котором автомобили ехали к нам в 2021 году, они едут сейчас. Однако машины есть, а самое главное заключается в том, что к нам приезжает много машин, которые мы никогда не видели, но при этом они все равно интересные. В списке кандидатов на победу самая разнообразная техника — от Kia Sportage до Mercedes EQS. Интересно, что в списке моделей претендентов, а их всего 11, почти половина электрокары. Мы здесь собрали 11 автомобилей. Здесь, к сожалению, нет совсем массовых новинок, потому что их по объективным причинам возить не очень выгодно. Но здесь есть у нас абсолютно новый Mitsubishi Outlander. У нас здесь есть Kia Sportage, который в не очень понятном статусе на российском рынке оказался, но у нас он тоже есть. И есть, конечно, ключевые новинки, самые интересные — это, наверное, Mercedes-Benz EQS. Это абсолютно новый Lexus LX, это Range Rover последнего поколения. И у нас здесь даже проходит что-то вроде локальной премьеры. У нас здесь появилась Void Dreamer, которая под конец года официально до России добралась, но практически на протяжении всех 12 месяцев ездил к нам параллельно. Однако самое главное в премии «Параллельная новинка года» — это тот факт, что победителя выбираете вы — наши зрители и пользователи сервиса Автору. Чтобы принять участие в голосовании, достаточно зайти на страницу премии и сделать свой выбор. У каждого кандидата есть небольшое описание и набор ключевых фактов, делающих эту модель особенно интересной. Так что смело отправляйтесь на сайт Автору и участвуйте. Тем более, что огромное количество пользователей уже высказали свое мнение. Премия проходит хорошо. Мы, если честно, не ожидали такого интереса со стороны наших пользователей, со стороны блогеров, которые приехали все поснимать. Голосование сейчас в самом разгаре и продлится до середины января 2023 года. Как уже было сказано, внести свой вклад в выбор победителя может любой желающий. И это стоит сделать по целому ряду причин. Во-первых, это первая подобная премия в российской автомобильной истории. А во-вторых, 2022 год мы наверняка будем вспоминать еще долго. Так что параллельная новинка года по всем параметрам историческое событие.